Всем привет, друзья! 17-й сезон с кипитой туалетов закончился очень неоднозначно. В прошлых сериях мы видели, как обе армии наращивали свои силы, готовясь к финальной битве. Или, по крайней мере, кульминационной битве. И в этом ролике мы разберем новый 53-й эпизод и покажу вам все секреты и пасхалки. Так что смотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить ничего интересного и важного. По традиции, в конце у нас будут теории, как вы любите. В общем, поехали! Ну что ж, на первых кадрах этой серии мы видим камера-вумена, который стоит у перевернутого туалета. Однако, он не смыт. Мы помним из прошлой серии, что она уничтожала противников дротиками. Но здесь мы не видим торчащего дротика. Здесь мы видим лежащего скипдис с улыбкой на лице. Возможно, у нее есть способность также парализовать и своей камерой. Я думаю, мы увидим эту способность в следующих сериях. Но обратите внимание на то, что через несколько секунд она исчезает. У нее, вероятно, есть способность телепортироваться, как тивемены. Кстати, о тивеменах, которых мы снова не видим в очередной серии. Они не присутствуют на поле боя. Я уже делал много предположений о них, поэтому не буду повторяться. Давайте обратим внимание к самим туалетам. Вы заметили, что песня скипиди топ-топ плавно и незаметно от серии к серии начала меняться. Послушайте старую песню. А сейчас то, что мы слышим в новых сериях. Чувствуете разницу? Такое впечатление, что от человечности не осталось и намека. Если раньше они хотя бы допевали песню, худо-бедно, то сейчас это тупо скипидис скипиди и больше ничего. Что говорит нам о все большем их зомбировании. Еще забавный факт, они начали говорить только скипиди в момент появления тивеменов в 39 серии. Напишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Впервые такого рода скипиди мы видели в 14 серии, однако этот был намного сильнее своих сородичей. И более того, он убивал на своем пути и других скипиди туалетов. На этот счет у меня готовится отдельный ролик, поэтому поставьте лайк и подпишите, чтобы не пропустить. Но сейчас давайте вернемся к разбору. У каждого крупного камерамена появились дубинки. И все штатные камерамены вооружились винтовками. Этот заметный апгрейд произошел после момента, как нам показали камера-вумана. Можно предположить, что этот новый вид камераменов помог вооружить своих друзей по виду, обычным камераменам. Тут же видим спикермена без оружия. Походу камера-вуманы согласились пока вооружить только камераменов. Интересное наблюдение о том, как работает выстрел камерамена-дитана. Во время попадания снаряда в скипиди вертолета мы не видим, как он падает. То же самое происходит со вторым скипиди вертолетом. Они просто исчезают. Или же разлетаются на мелкие куски. В то время как в 50-й серии после попадания снаряда скипиди страйдер просто упала. Скорее всего камерамен-титан имеет две вариации снарядов, которые он может при надобности менять. После этого нам впервые показали работу лазерных пушек, которые выдвигаются со стороны спины титана. Это довольно сильное дополнение к уже имеющим пушкам на руках. Далее мы более подробно можем разглядеть спину титана, где можно кроме джетпака также заметить раскладные крылья. Вот этот большой камерамен на протяжении всей серии просто стоял на унитазе. Скорее всего он его смыл и тем самым убил его, однако непонятно, почему он не идет дальше в бой. Также на протяжении всего 17 сезона действия происходили на карте Нью-Йорк. Все три серии они успешно очищали этот город. И пока никто не может остановить титана камеремена. Это очень радует. С Гордом все понятно, но что это такое? Я вообще не могу понять. Это очень похоже на Вантуз, сделанный из бетона. Возможно в честь Вантузмена раньше создавали целые статуи. Или же это может быть с чьим-то оружием. Кстати, сам Вантузмен разрушил скибедиста с джетпаком. Он уже это делает не в первый раз и делает это довольно успешно. Думаю, Вантузмена готовят как запасной план по освобождению спикермена титана. Далее в серии в конце концов мы смотрим на основное оружие для уничтожения паразитов. И возможно даже обычных скибедит туалетов. Это уже не просто пушка на колесах. Это уже скорее похоже на танк. В предыдущей версии мы видели камеры по бокам. Этот же имеет лазерную наводку. Этот выглядит намного сильнее и массивнее, чем то, что мы видели ранее. Сзади него есть еще один мини-танк. Однако он не сильно отличается от старой версии. Заметьте, что здесь есть уже обычный камерамен. В то время как раньше им управлял камерамен-инженер. Что говорит нам о том, что эту пушку уже применяли в бою. Или же как мим инженеры уже доверяют эти пушки обычным рядовым агентам. А значит они прошли все возможные тесты и уже готовы к бою. Кстати, основной пушкой все-таки управляют инженеры. Причем вдвоем. Это очень хорошо, что перед тем, как доверять такую махину солдатам, они сами ими управляют и тестируют. Это очень хорошая стратегия, таким образом они могут распознать недостатки и слабые стороны изобретения. И сразу же начать работать над ними. Обратите внимание, что на этом танке присутствует красная лампочка и белый кружок. Точно такое же мы видели на камермене Титане и на крыльях летающего скипиди-туалета из 51 серии. Похоже на то, что это технология камерменов, которая была украдена скипидистами. И очень вероятно, что эту технологию агентам передали камеравуманы. Ведь этот круг очень напоминает свечение внутри их камеры. Также обратите внимание, как спокойно большие камермены идут в бой. Походу Вантузмен своим примером дал им всем хороший боевой дух. Вот этот большой камермен даже пародирует своего кумира. Однако Вантузы он не смог найти и взял в руки две палки. Он точно его фанат. Для тех, кто не помнит, точно с такой же походкой навстречу к смерти шел сам Вантузмен, пока другие убегали от атак. Вантузмен героически шел в одиночку против толпы больных наглого огнедыщащих унитазов. Вот это я понимаю храбрость. Вот почему все так восхищаются им. Я уверен, что ему будет отведена особая роль в сериале. Он этого полностью заслуживает. А теперь давайте перейдем к лучшей части этой серии. К новому скипиди-туалету, который умеет телепортироваться, но не совсем. И висеть в воздухе. Ну вы уже поняли, да? Что он зависает в воздухе так же хорошо, как камерамены зависают в Крат Мобайл. О да, это лучшая игра на ваш телефон, даже скажу более. Мы тут уже хотим создать семью агентов, поэтому нам очень нужна твоя помощь. Также напомню, что в это воскресенье в 19.00 по МСК мы будем тут играть вместе, где ты сможешь встретить меня, а также пообщаться голосовым чатом со мной и со всеми другими моими подписчиками. Я тут частенько играю под ником Arbhoff на восьмом сервере. И для нас так же действует промокод скипиди, который дает 30 тысяч рублей, вип на 7 дней и, внимание, гелик. Это вам очень поможет для успешного старта. Игра представляет собой многопользовательскую игру, где ты можешь стать кем угодно. Начиная от бандита или доставщика еды, заканчивая олигархом со своим Рос-Ройсом и охранниками. Поэтому жду тебя, дружище. Ссылка в описании и промокод так же не забудь ввести. Ну а мы возвращаемся к новому скипиди. А вокруг него какая-то карусель и металлический шлем на голове. Обратите внимание, что он молчит. Ни одного скипиди не прозвучало от него. Такого скипиди мы уже видели в 42 серии. Однако у того рот был закрыт. На этот раз монстр улыбается, но не произносит ни единого слова. И что не менее важное, он может телепортироваться. Это мог бы стать еще одной зацепкой, что у них есть что-то общее с тивеменами. Но к счастью он не телепортируется. Он просто летит очень быстро. Мы уже видели такую технологию в 29 серии. Этот туалет показал себя очень хорошо. И смог убить большое количество спикерменов и камераменов. Подождите-ка. Этот скипидист так же не произнес ни единого слова. Я думаю, эта технология была очень мощной и неуправляемой. Если вы помните, в этой серии в окружности не было других скипиди туалетов. Возможно, при наличии их он бы повредил и своих тоже. Что нехорошо для скипидистов. Походу, ученые скипиди очень долго работали над этой технологией. И только сейчас им удалось довести его до ума и впустить уже в бой. Первый готовый образец. Ведь первый тестовый образец выглядел сумасшедшим и летал беспорядочно. Также под этой карусельной скипиди находится пушка. Похожая на то, что мы видели ранее на Титане. От удара этой пушки, кроме спикермена, также пострадал тот самый камермен с двумя палками. Давайте его мы будем называть палкаменом. Однако удар для палкамена не был смертельным. Думаю, его починит, и мы еще увидим его в следующих сериях. Кстати, тут можно заметить, что скипиди с джетпаком имеет смыв в более защищенном месте. Вандузмен уже собирается убить этого НЛО скипиди, однако увидев, что Титан мчится, не стал ему мешать. Но тут мы видим такую картину. Титан не смог нанести удар по нему. Он не только успел увернуться и улететь вдаль, а также нанес два удара по Титану. Скипиди ученый поработал на славу, доработав первый экземпляр до неузнаваемости. Это пока что первый и на данный момент единственный скипиди туляк, который смог показать достойную силу Титану. По крайней мере, маневренность уж точно. По оставленному следу за ним можно еще раз утвердить, что это не телепорт, а именно быстрая скорость. В этом кадре мы можем более подробно рассмотреть молот Титана. Оно сделано из синего металла. Внутри молота находится та самая турбина. И также можно заметить шипы на конце. Во время полета видно, что у Титана до сих пор присутствует вспышка, как было и до апгрейта. Далее мы видим, как пушка Титана складывается обратно, не в боевой режим. И наблюдаем за уже знакомым жесте. В этот раз этот жест он показал агентам, который символизирует успешное освобождение почти всего Нью-Йорка. В конце видим вертолет камераменов с инженерами, которые пришли восстановить пострадавших от удара агентов. В этом сезоне нам показали силу агентов и то, что они значительно превосходят силам туалетов. Но я уверен, что в следующем 18 сезоне мы увидим обратное. Заметим надпись под роликом, оставленной самим автором этого сериала. В переводе на русский он написал «Камерамены наконец выигрывают» и вопросительный знак. Смотрите, нам показали сильнейших скибедитуалетов в разных сериях. Однако мы еще не видели одного нормального скибедиста, который бы все эти технологии собрал воедино. Представьте, что будет, когда мы получим быстролетающего, огнедычащего, огнеустойчивого, хорошо стреляющего скибедиста, причем в размерах самого Титана. То, что мы увидели в 17 сезоне, это скорее всего показная витрина разных экземпляров, показывающая возможности нового поколения скибедитуалетов. То, что будет далее, будет намного жестче. Однако также не стоит забывать о технологиях агентов, и в частности о камеравуманах. Они также не стоят на месте, поэтому у меня очень большие ожидания по поводу новых серий. Ах да, как думаете, новый Палкамен, пародирующий Вантузмена, станет каким-то новым героем? У меня есть парочку интересных теорий, и на этот счет хочу послушать и ваше мнение. Я готовлю для вас большой ролик, где я разберу мое видение будущего сериала, и как оно может закончиться. Поэтому был бы рад вашим теориям в комментариях. Напомню, ребят, про наш телеграм-канал, там вы можете первый узнавать о новостях скибеди сериала, и также быть в курсе всех новостей канала. У нас там образовалось крутое комьюнити. Ну а на этом все, ребят, все полезные ссылки в описании. С вами был Арбхов, увидимся в следующем более лайтовом ролике с подоркой 10 интересных теорий от подписчиков. Ставь лайк, чтобы ускорить выход новых роликов. Ну а пока можешь смотреть правый ролик или же сразу плейлист роликов о скибеди.